Продолжение следует... Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Гриша. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Слушайте, у меня отличное время. Дед, а ты перекрасилась. Меня перекрасила. Так. Жене, мы пока не можем остановиться. Гриша, сейчас я понимаю, что эта часть передачи тебе вряд ли интересна, но пойми по-женски. Меня все спрашивают, как я стала брюнеткой, и все говорят, что это. Я вчера смотрела передачу, и я отметила для себя, что ты очень хорошо выглядишь. Нет, я просто вернулась с детства. Ну, это вот... Я вроде не обманываю. Возвращение к корням, к национальности, к истокам, ко всему остальному, поэтому уже никого не обманешь, вернусь. А ты что? Меня уводят от образа в жизни, как могут, чтобы я как можно больше не ассоциировалась с этим персонажем, поскольку целый год мы наркали, и персонаж достаточно яркий был, и есть опаска у продюсеров и режиссеров, что все-таки будет какая-то перекличка с тем образом. Ну, надеюсь, это поможет. Я, значит, долго думала, да, вот как мы будем говорить, чтобы Гриша не спал, было ему интересно слушать то, о чем вы говорите, мы тогда еще навсегда найдем о чем поговорить. И я, знаете, вот прочитав огромное количество вещей, которые про вас пишут, правду-неправду, я пришла к выводу, что вот чисто внешне, я не знаю, хорошо, что для актеров ли это плохо, сейчас объясните, вы являетесь полной противоположностью того, что вы представляете собой внутренне. То есть вот вы для меня чисто внешне, да, это вот Ричард Вир, там периода живого такой, наш вариант, наш ответ, а внутренне абсолютно другой человек, судя по интернету, ну ты Багира, ты, понятно, фильм-стритист, ты, понятно, Дэми Мур, лучшие годы, и так далее, и так далее, и так далее. В хорошем смысле этого слова. Ты внутренне абсолютно рефлексирующий человек, и ты внутренне рефлексирующий человек. Это прекрасно. А ты, ну, это хорошо для актеров, для профессии это хорошо, когда ты противоположен тому, что ты представляешь внешне, а выбираешь-то внешне? Так, я в студии, я в студии. Ты здесь, проснись. Я здесь. Добрый вечер. Две женщины ночи, хорошо. Две женщины ночи, выслушивайтесь. А, это замечательно. Это замечательно, это программное заявление, манифест такой. Да, абсолютно. Вообще человек, он должен оставаться самим собой, всегда. Ну, красивый мужчина всегда сложный, ты же понимаешь. Я сейчас красиво оставаться самим собой. Ну, почему в ступоре? Ну, смотри, Баш, ты не знал, что он красивый мужчина? Сейчас я это расскажу. Он самый красивый мужчина. Самый красивый мужчина. Не, на мой взгляд, я абсолютно заварядный в этом смысле. Ну, не то, чтобы личность, в смысле внешности. Не, ну, ты понимаешь, да, вот Андрей Жданов, это все понятно, да. А Ешу, например, вот как ты можешь быть, как ты можешь быть страдальцем? Или ты как можешь быть страдальцем, примерно? С вашими-то лицами? Ты сейчас меня убить хочешь? На меня так смотришь, один герой-любовник, другая героиня. А действительно, ну, сколько можно играть вот эти вот роли, которые типичны для нас? Ведь в чем вся прелесть актерской профессии? В том, что мы можем прожить совершенно различные жизни, я не знаю, совершенно разные грани человеческого психологизма и всего остального. Когда ты вленишь глаза, губы и остальные достоинства? Так в этом вся и суть актерской игры. То есть вы красивые люди, вы правда красивые люди, да, вот от природы? А что ресторон? Да, так много. Можно подзуродоваться, в конце концов, вы уже профессия позволяет это делать. Ну, вот правильно, в сериале вы играли, ты играл как бы абсолютно такого классического красавца, ты играл как бы стерлозного красавца, и теперь в следующих ролях вы принципиально будете стараться и выбирать то, где вы будете монстрами? Слушай, мне нельзя так судить, что актерская профессия и вообще, в принципе, образы, которые мы создаем на площадке, на сцене, на экране, они только внешностью отличаются. Прежде всего, это же внутреннее содержание, то, что делает человек, как он переживает, с чем он приходит. Это понятно, а как вы хотите запомнить, вы же уже взрослые люди, да, там, вы понимаете, что есть вот какая-то такая роль, все равно актер запоминается, ну, по одной, там, по двумю ролям. Ну, вообще не хотелось бы, чтобы... Запомнили. А ты веришься, что тебя запомнят по десяти картинам? Так же, Пхвалу, ты помнишь по десяти картинам? Ну, все-таки есть замечательные актеры, которые помнят по ряду картин, и везде они абсолютно... Ну, например, вот скажи мне, например. Например? Например. Ну, так вот, перечисли. Андрей Миронов, Анатолий Папанов. Миронов, по своей роли, это абсолютно алмаз. А это потому, что вы актеры, и вы оцениваете работу по-другому. А у каждого зрителя, вот просто зрителя, увлекается любимая роль, одна роль. Согласятся, если я буду причислять такие великие фамилии, как Миронов, Санктуновский, там, я не знаю, Табаков, Михалков, вот абсолютно каждая роль сыграна, но не каждая. На всяком случае, есть ряд картин, известных всем абсолютно, которые привязаны к этим личностям, как к личности привязаны к этим картинам. А, хорошо. Согласна, мы все люди одного поколения, я с тобой согласна, что вот эти актеры сыграли роль, на которых мы все выросли, на их фильмах. Увидите в том, что вы сыграете роль, на которых твой сын, мои дети и ваши будущие дети вырастут? У вас еще есть время? Ну, солдат, это не просто. Да. Конечно, мы хотим и стремимся. Нет, ну вот от чего мы стремимся избавиться, вот от этого крыша, и как можно быстрее, кардинальным образом. Сейчас буду рассказывать как. Добрый вечер, здравствуйте, алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Здравствуйте, Ольга. Доброй ночи. Доброй ночи. Я просто вашим гостям поговорю. Очень сильно они очень красивые люди. Очень мне они нравятся. Мне только потерял не родить красивые. У меня два вопроса. Задавайте. Мне очень интересно. Мне кажется, они очень друг с другом взаимосвязаны, не только связями внешней симпатии. Сейчас узнаем. Это первый вопрос. Вы не родственники? Готовьтесь. Второй вопрос. Первый вопрос. Кто вы познакомил зодиака? И второй вопрос. Какое у вас первое впечатление было друг от друга, когда вы первый раз, вообще первый раз друг друга увидели? А второй вопрос. Это и есть, да, два вопроса? Кто познакомил зодиака и какие впечатления были? Спасибо, все понятно. Начинаем по порядку. Кто познакомил зодиака? Вы в это верите? Девицы. Какой нудный мужчина? Прекрасный. Он меня нужен весты. Это в начале, первый год. Прекрасный. Я страшный нудный человек вообще. Я думаю, что все это отмечают. Я вообще не пытаюсь выходить из этого амплуа в жизнь. Я для этого, может, пришел в эту профессию, чтобы быть немножко другим. Потому что в жизни я настолько ленивый человек. Я, в принципе, такой пассивный, что мне не хочется ничего себе менять. Я нудный, я занудный, я бесконечно, ну, в каких-то своих проявлениях личностных, может быть, одинаковый. Но ленивый при этом до ниндзя и не хочу ничего. Да, да. Я все про это знаю. Извини. А в профессии я вот могу. Слава Богу, да. Для весового это отлично. А кто ты? Ну, я рад. Отлично рад. Ну, я не знаю, как это хорошо. Рак и весы хорошо. Ну, домашние. А что ты? Я скорпион. Не знаю, тебе со мной лучше жить, в принципе, чем с весами, если уж совсем так разбираться в этом всем. Нет, я хочу жить с весами. Ну, хорошо, я не достаиваю тогда. Первые впечатления друг от друга. Ужасные. Ужасные. Так, давайте по порядку. Вот, значит, как ты увидел первый раз Юлю, и как Юля увидела тебя? Это одновременно произошло? Ну, Юлю для меня это было такое что-то. Она же очень сэпсис. Что-то такое очень гламурное, что-то такое очень... Ну, на моем вкусе однозначно. Про фурсевку, да, ты подумал? Да, я подумал, что не очень глубоко. Ну, то есть, вот так. Ну, раз такие глаза и такие формы, да, то есть... Да, то есть, ну, нечего особо. А что ты подумала? На 40 секунд. Я ничего не думала. То есть, я бы вообще... Он в твоем случае никак не оценивала? Я расхмариваю. Я никогда не оценивала мужчину. Никогда даже не задумывалась, какой-то мужчина. Ой, ну ладно, ну не уж ты, это правда. Ну, правда. Ну, вот, а мужчина стоит, красавица молодой. Это я думаю. Я не прекратила. Ну, если бы она как раз обращала так внимание, я думаю, что ничего не было. Ну, а первую фразу помните? Привет. Привет. И все? Все. Да. Дальше и станет работать. Она же тогда не заканчивается? Нет, не заканчивается, мне просто интересно. То есть, ты подумала, боже мой, какая гламурная девушка, чтобы не усложнять, а ты подумала просто... Это была моя первая роль, я бы надролю, а не на мужчину некоторых. Ой, подумайте о нас, пожалуйста, сразу после рекламы. Ну, позвоните, может, все-таки в прямом эфире. 642-94-70, мы в прямом эфире, это программа «Детали». Григорий Антипенко, Юлия Такшина. Есть вопрос, пожалуйста. Можно позвать? Да, по-прежнему. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слышим. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Ирина. Здравствуйте, Ирина, ваш вопрос. У меня такой, кто из вас, ребят, лидер все-таки, Григорий или Юлия? Спасибо большое, в паре. Кто лидер? Кто лидер у нас? Кто лидер? Я не знаю, кто лидер говорит. Кто в доме хозяин? Мы по очереди. Кто шея, кто голова? У нас очень все там гармонично. У нас гармонично, у нас нет ссора, у нас никаких договоров, то есть брачных контрактов не было, не составлялось. В принципе, мы там не составляем. Ну, вы вообще патриарх, в территории. Ну, что ж вы, да вы можете Юлию обманывать, но не меня. Я да. Вы патриархальный, да невозможно. В ситуации, где не нужно ничего менять, и не нужно просто перегибать. Ну, ты понимаешь, знаешь, что этого человека три брака за спиной? Или я что-то путала? Ну, я прочитала. Ну, или два. Правда? Это один. А сколько? Больше? Один. А, так это же ничего вообще. Я люблю. Ну да, ну, конечно, мужчина... Ну, ладно, молчу. Значит, все впереди. Хорошо. Добрый вечер, здравствуйте. О ком? Ну, потом расскажу. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хотела бы один вопрос задать. Предлагались ли вам более серьезные роли после сериала? Спасибо большое. Да, самое, кстати, серьезное предложение, интересное. После сериала. Ну, сейчас я работаю над 12-серийным сериалом. Уже хорошо. Уже хорошо. Уже не 200. Уже не 60. Прощай, не потихонечку. А вот, не знаю, что получится, и даже не могу ничего говорить. А что за роль, объясни, интересно? Это главная роль, это такой комедийный детектив. Мне очень хочется сделать его таким, чтобы вот он не проходил. А ты там преступник или детектив? Я там писатель. Писатель? Детективист. Борис Акунов, добрый вечер. Ну, я не знаю, так сказать, судьбу Бориса Акунина. Ну, а этот человек, который сам непосредственно переживает все происходящие события и их потом записывает. Но тебе нравится? Мне нравится работать в принципе. Я трудоголик. Ну, как лучше монтировщик еще бы, каждый день на сцене. Поэтому, мне сейчас очень сложно загадывать, что будет. Но это такая история до декабря месяца тоже такой достаточно. А у тебя что? Непростой проект. Ну, вот сейчас запускается проект «Полный метр». Главная роль. Ага. Серьезная роль, на самом деле. Ну, сейчас не надо только говорить, что играю страдалицу. Страдалица еще какую? Да ладно. Кто режиссер и про что кино? Юрий Музыка режиссер. Кино про то, как обманули жестоко человека. Женщину? Да. Ну, после этого такая женщина должна была взять такой реванш. Ничего об этом не сказано, просто вот... Это за так. Ой, добрый вечер, здравствуйте. Алло. Здрасте, вы нас слышите? 642-94-70 присоединяйтесь. Очень много звонят вам, потому что журнал «Хэллоу» сделало свое дело. Вы понимаете, что вся Москва сплетничала только у вас в последнюю неделю. От этого никуда не деться. И вся страна... Мы не знаем. Добрый вечер, здравствуйте. Ну ладно, себя на обложке не видели? Правда. Вы что, девайте сейчас надо мной? Серьезно, а где было? На обложке журнала «Хэллоу» вы себя не видели? А когда мы фоткались, здравствуйте. Какие наглые люди. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Кристина. Как вам эта пара обаятельных негодяев? Замечательно. Мне тоже. Задавайте вас вопрос. Совершенно неожиданно замечательно. Неожиданно замечательно? Да, мне почему-то казалось, ой, Вика, извините, мне так уже приелось. Ну, главное, Гриши не называйте ее, да, так все нормально. Пожалуйста, ваш вопрос. Я была в театре молодежного с ребенком недавно и совершенно случайно увидела там Нелли Уварову в главной роли девочки. И вот очень хотелось бы сходить в какой-нибудь театр, где эти бы герои играли. Очень интересно на вас сходить. Спасибо большое. Что в театре? Ну, у Гриши долгая история связана с театром. Я не нахожусь сейчас ни в каком театре, поскольку в этом году выпустилась параллельно, были съемки у меня здесь «Красивые», когда были показывать театр. Но сейчас есть какие-то антрепризные предложения, о которых мы, естественно, говорить не будем, поскольку люди, актеры, люди все уверены. Мы все уверены. Нас попросили... Это все ничего не подписано. Ну, как бы да, еще не о чем говорить, просто идут приговоры. А в паре будете играть? А, вот так вот. Ну, хотя бы, скажите, это для тех, кому за тридцать или для тех, кому до тридцати? Мы хотим, так сказать, охватить весь спектр аудитории. О, хотите все деньги заработать? Понимаю. Да, это у тебя не в деньгах, а ты спросил Юли. Я надеюсь, тоже. Серьезно? Конечно. А разве актеры не пропорциональны, как они становятся популярны, соответственно, они становятся состоятельными? Мы не имеем счастье. А ты говоришь, если мы не будем. Ну, вот я сейчас просто наблюдаю. Это потрясающий знак. Ты где-нибудь встречал такого мужчину? Которому не нужны деньги? Да. Нет, я нигде не встречала такого мужчину, но... Нет, я умудрился просто быть счастливым до того, как они у меня были. Вы просто влюблены, дети мои. Подождите, встретимся, через 10 лет и поговорим на эту тему еще. Да, давайте встретимся. А самих предложений в кино были, мне интересно? Вот как люди вас воспринимают, режиссеры, продюсеры? Там, где Гриша сейчас снимается, я тоже понимаю, маленькую часть все. Будешь проходить в кадре, мне ну и говорите, возрасте. Нет, он меня будет искать. А девушка моя 4, это финальная история, где я ее увидел в самом начале и еще на протяжении всей там такой глобальной части истории. 6-4-2-9-4-7-4, пожалуйста, присоединяйтесь о мечтах. О чем, мне кажется, профессор-монтировщик все равно свою роль оказывает. Там много спектаклей пересмотрелся, вообще капитально повезло. Объясняю, Гриша был монтировщиком в театре Ставерикона. Да, я помогу. Ты тоже как бы имела отношение к шоу-бизнесу БАКОВ, вот в разных формах. Вот есть ли какие-то мечты, связанные с профессией, из того, что вот в прошлом было? Вы же это все можете использовать? Вот какие-то прям фантазии, которые еще не сбились, и которые вы как дети верите? Я все использую свою профессию. А фантазия какая в профессии? Вот о чем ты мечтаешь? Закрывай глаза и видишь вот эту роль. Можно мне скажи, я о чем я? Говори. 30 секунд до рекламы. Я мечтаю сниматься в сказках. Я бы хотела вообще сниматься только в сказках, потому что это очень по-доброму, и там нет никакой пошлости, вообще ничего. Где вы хочешь играть? Я хочу играть очень разные роли. Я не хочу быть однотипным. Так, вот я поэтому спрашиваю. Я хочу озвучить мультик. На сопротивление, может быть? В мультик? Я хочу вообще, да, погрузиться вот что-то такое сказочное. Кого бы озвучила Шреки сразу, если бы была возможность? Шрека. Вы смотрите программу «Детали», мы в прямом эфире. Пожалуйста, присоединяйте. 642-94-70, Григория Антипенко, Юлия Такшина. Ну, это первая любовь. Всех интересует. Потому что мы все равно связаны с любовью, с ассоциациями романтических кинематографов. Пробеду, что ты сейчас на меня-то, Гриша, смотришь? Так на меня слышишь, как будто я твоя первая любовь. Да не будем мы сейчас рассказывать о своих первых. Синя, а почему вы включаете телевизор? Ты хочешь на тебя смотреть? Ну, это и так красиво, я тебе скажу. Ты будешь отвлекаться. Ты будешь отвлекаться. Твоя первая любовь. Да зачем? Зачем об этом я говорю? Ну, интересно. Для нас это абсолютная тема табли. Нет, мне просто интересно, была ли у вас школа, детский садик? Я же уже не спрашивала, а... Ну, ко мне в детском саду. Ну, вот что это было? Вот какая она была? Отказала тебе, не отказала? Трагическая любовь? Ну, трагическая. Это была, безусловно, неразделенная любовь. Это было очень трагическое чувство. Я даже не понял, куда я окунулся, но помню, что у меня было какое-то такое вот расположение к человеку. Я уже сейчас впоследствии, будучи достаточно старым человеком, начинаю понимать, что я, скорее всего, была какая-то первая любовь. Ну, вот детский сад. Это было очень трудно. Ну, сейчас придумай такую же историю. Григорий долго думал, как так придумать. Вот, чтобы было непонятно. Нет, не было. А вот скажи, красиво, Григория, это только моя первая любовь. Это понятно. Большая любовь. Я не говорю, что я не помню ничего. Дай бог, не последнее. Нет, это последнее. Ну, как это последнее? Добрый вечер, здравствуйте. Ну, девушка, не поговорим. Не последнее, это любовь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Женя. Хотелось бы узнать, а во время вот съемок фильма «Неразделись красиво» вы ревновали друг к другу? Спасибо вам за этот великолепный вопрос. Страшно. Кстати, может, даже и ко мне у меня было, а там небольшая любовная сцена с Григорием, если ты помнишь. Да? Конечно, когда я пришла, меня ознакомили. Страстная тема была. Страстные два бухляда. Страстная тема у камин. Сейчас, на меня плохо посмотрел, между прочим. Те, ну, пойдем. Я армян с вашим. А серьезно, вот мне правда интересно, профессию, возможно ревновать? Мне кажется... Страстно. Я удивительный ревновичка. Я патологический. Весы вообще не ревновичка. Надо сказать, что у меня есть даже немножечко армянской крови. Ты знаешь, что я не снимаю снимок, где прописаны даже поцелуи. Ты сейчас задеваешься? Нет, да серьезно. Ну ладно, ты человек, который весь интернет обожает тебя. Ты на первой позиции. Все твои фотографии, все размахи. Это наша договоренность. Это реально? То есть... Я же так, не ладно. Человек, который был в танцах, для него как бы есть другое отношение к телу, как бы, к демонстрации себя. У меня есть мужчина, которому не нравится вот эта вот позиция. То есть он порвал все твои фотографии, и он запретил... То есть вот сейчас реально, с момента того, как вы определились и стали вместе, то есть вы решили, что вы больше не снимаешься обнаженной, а не будешь самонесенной. Да. Добрый вечер, здравствуйте. Вы хорошее армянские мужчины, даже чуточку. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Я так. Надеюсь, у вас не армянин мужчина. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Андрей, ой, Егор, я хочу поговорить. Я хочу вам задать вопрос. Я тоже безусловно. В каком моменте сериала вы почувствуете, что нужна Юля? Да, в какой момент, кстати, гениальный вопрос. В каком момент сериала, ты понял? В какой серии? Это было 15 сентября. Где-то... Я не знаю, какую серию мы снимали в этот момент. Вообще, все произошло достаточно, как это сказать? Спонтанно, все было неожиданно. Мы не отмечали этот переход, как событие, мы не будем отмечать его каждый год, как праздник. Это произошло как-то само собой, очень спокойно, гармонично, без всяких рывков, подсечек. Мы очень долго приглядывались друг к другу. То, что ты долго приглядывался, это я понимаю. Ну, а тогда хорошо. А в какой момент мужчина понимает, что это его женщина? Женщина, он... Ты же человек, который на самом деле прошел какие-то жизненные этапы, которому... Мне кажется, которому очень сложно поверить женщину. Да, страшно. Так вот как ты поверил, Юрий? Вот что такое она сделала, если это можно рассказать? Ну, рассказать это невозможно в такой короткой передаче. Это однозначно совершенно. Это потом, когда-нибудь в старости я напишу в мемуарах, может быть, подобных. Или, допустим, дели целую передачу, на половинку. Ну, Каня, а вы же не рассказываете про свою белую... Если вы расскажете про свою первую любовь, ну, Саня Семенович, вы на эту тему разговариваете? Ну, это дикий, так сказать, кастинг. Если вам разрешить сниматься в постельных сценах, дай вас слушать. Нет, это был дикий кастинг. Ну, с моей точки зрения. То есть вот Юля, она сначала вообще не рассматривалась, потом я стал присматриваться к человеку. Потом я вдруг начал замечать, что какие-то черточки очень не совпадают с ее внешностью. Ну, смотрю, совершенно не совпадают. То есть то, что внешнее, то, что внутреннее, диаметрально противоположно. И вот это клише внешности, и некий, так сказать, даже не знаю, как это назвать. Ну, брутально. Внешность. С точки зрения недалекости, не только отсутствует, а на противне, какое-то насыщение большое, глубокое, глобальное, которым интересно копаться, с которым интересно общаться. И вот так вот постепенно, кто, как тебя зовут, о чем ты думаешь, ну, вот такие вот вопросы, вопросы, вопросы. Вот я тебя слушаю. Вот ты все это терпела, да, что вот прям постерговал, вот присматривался. Ну, постерговал, ну... Ну, это так, естественно. Ладно, а вот тогда, хорошо, такое вещь мне объясни. Раз вот ты ее увидел внешне, соответственно, я была мужчиной, в любви, а ты увидел внешне, вот, соответственно, не соответственно. Любимый кинообраз с женщиной. Вот женщина-актриса, или образ какой-то в кино, который ты выбрал, вот это моя женщина. Нет такой встречи. Ты нет у меня клюша. Ну, нет клюша, но извини меня, Брюсу Уиллису сложно отказать. Я сейчас скажу про себя, как женщину. Ну, ты понимаешь. Не, ну, есть какие-то женские образы? У кого-то? У тебя верно? Да не обо мне же передачи, да? Нет, ну, вот просто. Мужчина, вот кинообраз детства, который сформировал в путь. Образ детства? Ну, образ детства, да, не знаю, кубертанцового периода, когда понимаешь, что к чему. Куда-то там, а в каком-то время. Да, я не знаю, что там. Ну, мужчина, не знаю, Маршариф детства не нравился в фильме «Черные очки». Дело в том, что как только мы встретили друг друга, все началось с нуля. А все остальное стерлось. Если долго копать, долго искать. Как в фильме «Мэн и Глэк». Да. Так, сделаем на мой взгляд. И понять стерлось. Ой, 642-94-70. Конечно, эти влюбленные, они бывают и приятные, и неприятные. Вот честно, я должна осознаться. Никого, кроме себя, не видят. Вы реально понимаете, да, что теперь вот после того, как бы свои отношения, ну, как бы дали возможность всех вот так вот автор-то афишировать, что вам всю жизнь будут задавать эти вопросы. Вы к этому говорите? Вы не боитесь того, чтобы, ну, не то, чтобы, да, там, вас не пылали. Вы не боитесь говорить с ним. Не боитесь говорить с ним? Да. Здесь начинают излишние, так сказать, пытаться заглянуть в нашу совместную жизнь. Мы просто говорим нет. И все. Ну, влюбленные акции, вы лучше работаете или хуже? Это же разовое состояние эмоциональное. Ну, в любом случае, хорошо. Не, ну, говорят, что, например, там, извини за клише, которое ты не любишь, но Николь Китин, после того, как растал с твой и прудом, стало гораздо интереснее всем. А теперь... Нет, об этом я слышал, говорят, что женщины, в принципе, чтобы играть, ей надо быть немножечко несчастной. Да, как-то так. А на мужчину, как мне странно, это не влияет. И ты понимаешь, да, что у тебя в какой-то момент, возможно, станет выбор между тем, чтобы играть в разных сценах или быть виновной Григории Антипенко? Нет, ну, у меня здесь никакого выбора не станет, поскольку для меня приоритет и сыны вообще по жизни. То есть ты по актерски не боишься, если завтра вообще ничего не будет, но зато все будет Григория Антипенко. Так это прекрасно. Тина, а чем давно не устает, как бы женщина? Ну, а представляешь, Григория Антипенко в 50 лет влюбится в какую-нибудь партнерскую по фильму, которая будет 20. Ну, это судьба и значит. В жизни нужно делать все на 100%. Либо делать, либо не делать. Мы максималисты. Ну, а Григория Антипенко, если поймешь, что такая актериса успешная и талантливая, все равно, как бы, в связке так, кто-то успешный, кто-то талантливый, кому-то больше дает. Если ты поймешь, что вот ей лучшая роль дается, ты готов сидеть дома, ждать ее, пока она снимется, 387 серий. Ну, это как раз вопрос о приоритетах. Так поэтому я и спрашиваю, то есть кто... Нет, конечно. Нет, то есть у вас... Сдать не буду. То есть у вас в семье уже решено, что ты талантливый и, как бы, ориентирован на тебя. Вы же одной профессией занимаетесь, все равно конкуренция будет. Ну, когда вы на одном заводе работаете, вы же и на фирме познакомились, и на одном заводе. Да. На заводе, кстати. Да, поэтому... Буквально смысла. Да, буквально смысла. Ну, мы работали на одном заводе. Нет, конечно же, если мы будем работать на одном заводе и в дальнейшем, ну, может, на другом просто заводе, а мы на третьем, на пятом, на десятом. Это никак не повлияет на наши отношения. Я бы с ним заранее поправила. Спасибо вам большое. Так, на всякий случай. Это всего лишь первый год. Потом будет дальше жизнь, жизнь и жизнь. Сколько детей хотите? 48. Это много. Бог даст. Бог даст? Это все... Это божественная юрисдикция. Мы здесь... Я думаю, что в следующем году вы еще не раз вернетесь к этой теме. Не знаю, как насчет 48, но мальчика вам желаю. Это была программа «Детали». Строгаемся завтра.